200 лет назад в уральском селе Щелкун был заложен каменный храм, но через сто лет церковь была закрыта для богослужений, а в конце 50-х годов здание разобрали. Сейчас медленно, но уверенно жители и все неравнодушные люди вновь строят в селе храм. На освящение купола и креста для церкви побывала наша съемочная группа «Слово Надежде Калининой». Воплощение молитвы и стремление к небесам. Купол луковица на основании барабана напоминает горящую свечу, но для Щелкуна новый купол выполняет не только эстетическую и духовную, но и миссионерскую задачу. Наш храм немножко подальстый, это центральная улица и, к сожалению, многие люди в Щелкуне и многие даже дачники, а что дачники, именно местные жители даже некоторые говорят, что мы не знаем, что здесь храм есть и что он действующий. Эту церковь начали возводить в 2012 году, ведь прежний сельский храм был полностью разрушен, но в селе еще живы те, кто помнит каменную знаменскую церковь постройки 19 века. Очень хороший, красивый тоже. И там была такая колокольня, что когда колокола-то звонили, то было слышно по всей округе. И вот старожилы-то очень жалели, вот взяли и взломали. Зачем? Рада, что я вижу, возродился новый храм для нашего села. Как это хорошо. Сейчас внутренние отделки требуют служебное помещение. Много трудов предстоит положить для утепления здания. Работы много, но сельчане не унывают, потому что видят результат своих усилий. У нас все будет хорошо, и прихожане у нас будут. Мы будем стараться для этого очень даже. Я люблю в храм ходить. Мне очень сильно понравилось. Это вообще такая благодать, такая красота, такое, знаете, именинное сердце. Благодать, которую мы испытываем сегодня. Радость от того, что такое событие у нас происходит. Всех желающих прийти помолиться в Дом Божий ждут каждое воскресенье на литургии в 9 часов утра. Ведь храм – корабль спасения, а новый крест на куполе стал мачтой этого корабля. Крест – это радость, это победа над грехом, это знамение нашей веры, это знамение нашей победы над всем плохим и нехорошим в нашей жизни. А если вы хотите помочь в возведении храма, то вся подробная информация о церкви иконы Богородицы знамения села Щелкун есть в группе в социальной сети ВКонтакте. А в конце осени с этой высоты будет раздаваться колокольный звон. У храма появятся кампаны. Православный приход села Щелкун взял новую высоту. Теперь вместе с куполом и крестом храм будет возвышаться на более чем 20 метров. А в конце осени с этой высоты будет раздаваться колокольный звон. У храма появятся кампаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!